7 советов для борьбы с большими парнями Первое. Избегай попыток засабмитить бугая снизу. Многие попытки засабмитить большого парня из гарда могут быть слишком рискованной затеей. И разумнее избегать таких авантюрных действий. Слишком много веса и слишком большие габариты это серьезное преимущество в защите верхнего. И если ты не добьешься успеха в завершении сабмишена, то скорее всего полностью потеряешь позицию вместе с проигранной атакой. Треугольник идеальный тому пример. Чаще всего проигранная попытка треугольника приводит к полному разрушению вашего гарда. Бессмысленно пытаться зафиксировать треугольник на парня с необъятной спиной и плечами. Я могу попытаться применить треугольник только понта ради, но это чаще всего не получается и мне приходится переключаться на вариант поздней защиты. Чаще я придерживаюсь стратегии здравого смысла. Вот здесь. Казалось бы, каноническая ситуация для выхода на треугольник. Но я этого делать не стану. Скорее всего это ловушка и я не попался. Армбары тоже не всегда хороший выбор. Разогнуть здоровую мускулистую руку бывает крайне тяжело, а тут еще и силы тяжести против вас. Да, это возможно, но крайне сложно. Разумнее быстро выполнить свип, оказаться сверху или зайти за спину и только затем переходить к сабмишену. Конечно, этот запрет относится не ко всем сабмишенам. Некоторые приемы в случае неудачи не приводят к разрушению вашего гарда. Ты можешь потерять гильотину, но не потеряешь гард. А вот треугольники особенно опасны в борьбе с тяжеловесом в топе. Делайте ставку на треугольник против ребят своей комплекции. Используй превентивные опоры при работе сверху. Большой парень часто достаточно силен, чтобы только руками опрокинуть тебя из топ-позиции. В то время как простым смертным приходится использовать движение всего тела, чтобы кого-то с себя скинуть. По этой причине, находясь сверху здоровяка, не стоит сосредотачиваться на своих захватах и давлении. А вместо этого упреждающий поставь руки на пол. Так ты будешь готов, если противник попытается перевернуть тебя. У тебя готовая опора. Если ты держишь захват, будь готов отказаться от него в нужный момент, чтобы выставить опору и удержать баланс. Тебе нужно нависать над соперником в постоянной готовности к контрмерам и постепенно стремиться к улучшению позиции. Осторожно и не торопясь. Особенно не нужно торопиться лезть в маунт, так как этот переход может быть использован здоровяком против тебя. Здесь я был слишком нетерпелив и поплатился за это. Колено на животе идеально против гигантов. Тут проще контролировать соперника, оставаясь подвижным и свободно работать руками в поисках захватов. В общем, чем больше ты можешь перемещаться сам, а не бороться с движением силача, тем меньше твоя сила и размер будут играть решающую роль. Держи ноги перед собой. В поединке с большим соперником используй виды гарда, в которых твои стопы упираются в соперника, удерживая его вес на максимально возможном расстоянии от тебя. Колорен Слив, Спайдер Гард, Лассо идеально. Сопернику нужно сначала убрать ноги, прежде чем раздавить тебя. Он хочет приблизиться, твои ноги мешают. Но стоит быть максимально активным в своей защите, чтобы свипануть оппонента, прежде чем он раздавит твой гард. Увы, не велик арсенал гардов, которые позволяют упираться стопами в своего оппонента для контроля дистанции, особенно в формате науги. Тогда лучшим решением будет держать твои колени перед соперником. Твои ступни, голени и колени – вот твоя защита. Упор стопами обеспечивает большее расстояние между вами. Поэтому стопы я всегда называю первым уровнем защиты в гарде, а колени – вторым. Гард, при котором у тебя нет защитных рамок фреймов, а на тебе разлеглось мощное тело – это худший способ для защиты от проходов здоровяка. Борясь с кем-то своих габаритов, ты можешь отказаться от рамок и оставаться великолепным. Но в сражении с крупными соперниками приоритетом должны быть ноги перед ним. Потому что именно ноги и дистанция защищают тебя от их главного преимущества – их веса. Мне дадут задание свипнить человека как можно быстрее. И я буду пользоваться вот именно вот этими свипами, которые сегодня мы рассматривали. Вот у нас тема сегодня – простые свипы. В чем плюс вот этих всех свипов? Они делаются быстро. То есть, если вы проигрываете там одно преимущество, два преимущества, один балл, два балла, вы можете вываться вперед или сравнять схватку за, ну, небольшое количество времени. Потому что, например, работа в вормгарде, там, в лассо разных. Вам потребуется время, во-первых, чтобы этот гард взять, а во-вторых, вам потребуется время, чтобы человек вывести из равновесия. В свипах, которые мы сегодня посмотрим, нам требуется максимум 10 секунд, чтобы их выполнить. Соответственно, за 30 секунд до конца схватки мы можем их там засетапить и в итоге сделать. Используйте черепаху или уход на колени. Если ваш гард вот-вот пройдут, то вряд ли вы захотите оказаться в сайд-контроле, прибитом к полу всей массой мощного тела. Не оставаться лежать на спине и встать на колени в черепаху – неплохой вариант спасения. Черепаха лучше сайд-контроля снизу, и, надеюсь, это не нужно объяснять. Здесь вы хотя бы не прижаты к матам, и у вас открывается больше возможностей для эскейпа и восстановления гарда. Черепаха – это как перевернутый гард, и тебе главное не пропустить противника внутрь своей конструкции. И здесь в разы проще заблокировать сопернику доступ к сит-белту, чем в сайд-контроле не отдать кроссфейс. Играя черепаху, вам нужно оставаться плотным, не допуская проникновения конечности оппонента внутрь и не допуская внутренних захватов руками и крючков ногами. Останавливать проход на последней стадии, лежа на спине, выставляя рамки и так далее, очень трудозатратно и серьезно изматывает физически. Тем более большинству крупных парней удобнее атаковать сверху из сайд-контроля, нежели со спины. Эти ребята не такие элегантные и шустрые, но очень тяжелые и сильные. Все просто. Тот, кто меньше, обычно быстрее, но серьезно уступает в силе в сравнении с гигантами. А выход за спину требует больше скоростей и проворности, нежели удержания в сайд-контроле. Черепаха – отличный пример, когда позиция грудью вниз эффективна. Когда у тебя возникают сложности, даже если тебе нет необходимости убегать к черепаху, позиция грудью вниз на коленях здорово пригождается. Например, здесь. Меня сбивают с ног, я падаю грудью вниз на колени, что дает мне возможность для контратаки. Если бы я упал на спину, пиши пропало. И здесь. Я теряю позицию, и если бы я не повернулся грудью в пол, был бы нерадостно лежать под этим здоровяком. Но я встаю на колени, на ноги и контратакую. Используй фейк-гардпул Анкл Пик для перевода соперника в партер. Свалить здоровяка – задача непростая. Часто, когда ты атакуешь нижнюю часть тела, возникает ощущение, что ты просто врезаешься в стену. Если же мы работаем с верхней частью, то не можем сдвинуть соперника ни на дюйм, или просто не в состоянии обхватить его руками. Поэтому первое, что я использую в борьбе с крупным парнем – Анкл Пик через обманный гардпул. Возьми от ворот и притворись, что пуришь гард, подняв ногу к его ведру. Это побудит оппонента упереться шагом вперед в ожидании гарда. И теперь его вес на пятках, а лодыжка в пределах досягаемости вашего захвата. Это определенно мой лучший тейкдаун против больших ребят. В целом, Анкл Пик прекрасен против тяжеловесов, но обманный гардпул серьезно облегчает задачу, потому что побуждает их дать нужную нам реакцию. И да, это тайминговое движение. Не давай брать защитные захваты. Если ты прихватил парня на рычаг или кимуру, совсем не значит, что победа в кармане. Часто тебе все еще нужно разорвать защитные захваты. Я вполне уверен в своих навыках разрыва защиты от армбара, но в схватке со здоровяками понимаю, что как только он сцепит руки, вероятность моего успеха стремится к нулю. А значит, нужно не дать сопернику взять защитный захват. Это правило работает для всех оппонентов, но критично против крупных ребят. Самая четкая техника может разбиться о существенную разницу в силе. Перед выходом на сабмишн сделайте все, чтобы не дать оппоненту сцепить руки. Например, постановка ноги на бицепс при переходе на рычаг локтя не даст цепить руки в замок, удерживая их на расстоянии. Закрывать пальцы своими ладонями тоже отличная фишка. Один грамм профилактики стоит тонны лечения. Будь осторожен с инвертом. У здоровяков большой вес и вместе с гравитацией он работает против тебя. А твоя шея может выдержать не все. Когда я был синим поясом, я был готов крутиться со всеми подряд, несмотря на возражения и предостережения некоторых моих тренеров. И теперь моя шея болит чаще, чем не болит. Не то чтобы инверт был опасным и ненужным движением. Его можно сделать безопасным, если там долго не залеживаться. Ровно до момента, пока противник не загрузил вас капитально. Так что мой совет, совет быть осторожным и беречь себя. И далее мы посмотрим видео, как не разбиться в дребезги. Большинство советов оттуда также пригодятся в борьбе против больших парней. На этом на сегодня все. Ставь лайк, если корявый перевод и озвучка Алексея Беляева тебе зашла.